Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть? Нет, это не совсем тема сегодняшнего видео. Это книга американского предпринимателя Тимоти Ферриса, которая более 4 лет находилась в списке бестселлеров New York Times, была переведена на 40 языков мира и разошлась тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру. Авторы книги нельзя отнести к той категории писателей, которые просто размышляют и дают какие-то поверхностные советы. Основная концепция работы Тимоти Ферриса заключается в том, что он дает практические рабочие советы, которые испытывал лично на себе. Но главная тема этого видео – это не разбор его книги, ее вы можете прочитать и сами, а вопрос, который касается практически каждого из нас. Вспомните свои последние дни, а может быть даже недели, месяцы. Как часто в конце каждого дня вы чувствовали в себе это отвратительное чувство из-за того, что вы опять не сделали то, что так давно хотели сделать, не выполнили даже половину намеченных на этот день заданий, а может быть вообще весь день занимались какой-то ерундой, на которую вы просто потратили все свое время. А если так подумать, то сколько дней в неделю вы были действительно продуктивны? Внимание! Не просто делали вид, а на самом деле проявляли активность в каждом своем деле. Просто представьте, как много вы могли бы добиться, если бы просто каждый день делали правильные вещи. Многие думают, что правильно это обязательно должно быть сложно, но это ошибочное мнение. И сейчас я дам вам несколько простых советов от уже известного вам Тимоти Ферриса, которые помогут разобраться с этим вопросом. Совет номер один. Я думаю, что вы сами не раз замечали такую особенность. Когда вы с самого утра находитесь в спокойном состоянии, с позитивным настроением, весь ваш последующий день складывается самым наилучшим образом. Все дела выполняются легко, не требуют никаких дополнительных усилий, не возникает никаких проблем. Складывается такое ощущение, что весь этот мир подстраивается под вас. Но стоит только с самого утра чему-то выйти из-под контроля, пусть это даже будет какая-то незначительная мелочь, так все сразу начинает идти не по плану. Настроение ухудшается, уходит весь настрой, а вместе с ним и все силы на работу. Из каждого угла на вас хотят свалиться какие-то неприятности и проблемы, и вы мечтаете, чтобы этот день просто поскорее закончился. Поэтому первое, что вам необходимо делать с самого утра, это управлять своим настроением. Просто вспомните свое утро. Не успели вы проснуться, как сразу начинается настоящая битва за ваше внимание. Куча уведомлений на телефоне, которые накопились за ночь. С одной стороны приходят бесконечные новости, с другой стороны сообщения из всех возможных социальных сетей. Телеграм, Ватсап, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук начинает разрывать ваш телефон множеством уведомлений, которые не утихают до самого вечера. И в итоге вы начинаете свой день с того, что вы просто реагируете, реагируете, реагируете. И так до самого окончания дня. Вы не управляете своим днем, работая над самыми важными для вас задачами. Вы просто отвечаете на запросы других людей, при этом даже не обращая внимания, насколько эти запросы действительно важны. Тим Феррис на этот счет говорит следующее. Я прилагаю максимальные усилия для того, чтобы первые 90 минут с утра были примерно одинаковые каждый день. Я убежден, что утренняя рутина очень важна для всего последующего дня. Если вы научитесь контролировать все происходящее, то заметите, как стали намного более продуктивными. Поэтому очень важно делать все возможное, чтобы с самого утра находиться в хорошем расположении духа. Научитесь управлять своим настроением, и вы увидите, как многое в вашей жизни изменится. Совет номер два. Перед тем, как что-то делать, подумайте, а нужно ли вообще это делать? Часто у нас в голове возникает один интересный вопрос. Почему так сложно сделать все дела? Ответ здесь очень простой. Потому что вы слишком много хотите сделать. Если вы будете без разбора браться за все дела подряд, тем самым вы не повысите свою эффективность. Перед тем, как спросить, как сделать это дело наиболее эффективно, задайте себе следующий вопрос. А нужно ли мне вообще это делать? Тим Феррис на этот счет высказался следующим образом. Если вы делаете какое-то дело хорошо, это вовсе не означает, что вы делаете важное дело. Я уверен, что это одна из самых распространенных проблем, которая связана с личной эффективностью человека, и которой нас постоянно пытаются научить. Нам рассказывают о том, как делать все дела быстро, чтобы повысить свою продуктивность и освободить как можно больше времени. Но вот только подавляющее количество вещей, которые люди стараются выполнить как можно быстрее, вообще не должны делаться. Совет номер три. Создайте свою персональную систему. Вы хоть раз слышали, как успешные люди говорят, да, я что-то не знаю, как это произошло. Я просто что-то делал и надеялся на лучшее, и как-то все само собой получилось. Может вам, конечно, и повезет, и вы попадете в список тех счастливчиков, к которым успех придет сам собой. Но давайте будем честными. Большие ли у вас на это шансы? Если же вы не планируете испытывать удачу и надеяться на лучшее, а хотите добиваться всего своими силами, то вам необходима своя персональная система, свой распорядок. Можете сделать его формальным, научным, персональным, каким только захотите. Основной смысл здесь в том, что такая разработанная система экономит невероятно огромное количество вашего времени и вашей энергии. Что на этот счет думает Тим Феррис? На мой взгляд, создание распорядка и персональной системы намного более эффективно, чем дисциплина. Вообще, я считаю, что дисциплина очень сильно переоценена. Когда вы полагаетесь только лишь на нее, то, по сути, думаете о неудаче. Я же настаиваю на том, чтобы каждый человек создавал для себя индивидуальную систему и распорядки. Как разработать свою систему? Есть очень много разных способов, которыми вы можете воспользоваться. Один из таких способов – это, например, принцип Парета. Для начала определите, какая деятельность наиболее ответственна за ваш успех. После этого выясните, какая деятельность наиболее непродуктивна. И в заключении пересмотрите весь ваш день и составьте для себя план таким образом, чтобы первого у вас было намного больше, чем второго. Используйте эти простые советы от Тима Ферриса и добивайтесь гораздо большего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова